Добрый день, дорогие друзья! У меня много вопросов скопилось, вернее, да, у вас много вопросов скопилось по тому поводу, как сделать рамки декоративные. Я буду сейчас пользоваться самодельной рамкой, показывать, да, но это может быть и багет у вас. То есть вот есть кровать, да, с обрамлением из багета. Я сейчас покажу более легкий способ сделать, допустим, вы можете для себя кровать, то есть применив эту технику. Ну вот, я сбила, получается, две фанерки, сделала отступ такой, да, то есть она выглядит вот так. То есть две фанерки, полторашки у меня, между собой их скрутила, здесь сбила скобами, создала такой угол с падинами. То есть если вы будете делать кровать с багетом, у вас абсолютно точно самое, должен быть такой же багет деревянный, допустим. Вот. Я ее отклеила, получается, поролончиком, пятерочкой тоненьким. У меня уже здесь где-то был, где-то был отшитый уголок из ткани. Я сейчас покажу, как это быстренько откроить. Ну, а сшить уже можно будет либо на руках, либо на машинке. Так, я сейчас возьму два кусочка ткани. Так. И покажу, как это быстренько раскраивается. То есть вы прикладываете полоску материала, так, надо мне пошире, так, на прямой вот так вот уголок. Здесь небольшой припуск опускаете и здесь. Столько, сколько вам нужно будет для подборота. Так. Потом, что вы делаете? Берете карандашик, я буду рисовать маркером, чтобы вам было более точно видно. То есть я нащупываю уголок здесь по дереву и внутренний уголок по дереву. Здесь рисую линию, здесь мы будем отрезать уже по прямому углу, так. И здесь внутренний угол будет по прямой. То есть вот такого плана. Это вот как быстренько сделать для себя такую выкройку угла. То есть у вас получится вот такой зигзаг. Понятно, да? Вот. Вторую половинку, чтобы, допустим, на эту деталь выкроить, вам нужно будет наложить лицом на лицо. Вот ткань, да? Абсолютно такую же детальку выкроить. Это вы все не с поролоновой уже снимаете, а все с дерева. То есть на деревянную рамку сначала накладываете, лекалите, а потом уже, соответственно, поролоните. То есть потом мы на машинке вот это вот все дело просто сшиваем. Внешний уголок, где у нас более развернутый, мы его срезаем практически до шва, а здесь мы его рассекаем до шва. Вот что у меня, то есть как бы вот у меня получилось. То есть на моей данной выкройке. То, что я от лекалила, сшили, здесь рассекли, здесь срезали. Понятно, да? Как это быстренько все делается? Так, сейчас мы быстренько это все, рамочку, подготовим для себя в объем. Швы мы разворачиваем, получается, в разворот. Присаживаем уголок. Так, сначала я прикосажу верхнюю часть, а потом уже буду прикосновать внутреннюю. Ткань вытягиваем и аккуратненько набиваем. Маленький у меня тут припуск, чуть ли не поправится. Так, лишнее уберу. Можно припуск побольше сделать, получается. Да, но у меня узенькие кусочки такие были. Потому что экран когда будет добиваться, да, нужно, чтобы он уже прятался хорошо. Так, шовчик раскладываем. Раскладываем. Уголочек припосаживаем в уголок. Уголочек сначала приживулили, подтягиваем вниз сначала. Можно где-нибудь ее приживить внизу изделия. И потихонечку ее припосаживаете, забиваете. Так, что перетягиваем в уголок. И эту сторону так же сначала подвытянем. Уголочек. Уголочек. Попалки совсем стреляются. Смотрим, здесь если где-то образовались бугры, уже стараемся до конца все это растянуть. Ну, там угол еще с другой стороны же может быть получается. Не может быть, а будет угол. И шила два ворса как бы неправильно. Ну, да. Ну, так вот у меня эти кусочки какие-то были. По ворсу там отдельный вариант. Я уже рассказывала 158 раз, как раскладывать ворс. У меня как кусочки были. Какие. Мне выдали, что я могу над ними поизгаляться. Ты знаешь, тоже не разбежишься. Мне как-нибудь надо это красиво заморчать. Вот пошли на небольшой отморкут. Как-нибудь закончу. Да? Да. Так вот он должен идти от одного угла к другому. Правильно? Да, то есть, да, жестко должна быть натяжка, то есть, чтобы у вас материала лишнего не было. Ну, принцип вот такой. Ну, соответственно, там выкройка, получается, снимается тогда два зигзага тоже. Два зигзага, да. Зачем вам эта буква Г нужна, которую мы сейчас делали? Это один угол только изделия получается. Если вот взять, допустим, изголовье кровати, да, то есть, вы находите центр изголовья кровати, то есть, выкройка у вас в зеркальном отражении будет. То есть, один уголок, линия сгиба, да, выкраивается. Ну, здесь у вас уже будет, соответственно, тоже такой же второй уголок, да, сшиваться, да, сшиваться. Угу, вот пойдет. Вот, так, дальше, что мы делаем? Прежде, да? Ну, то есть, по ткани не решуете, так как можно. Что мы делаем, да, то есть, у нас есть вкладыш, то есть, основное изделие, основное деревянное изделие. На него будет насаживаться рамка, прикручиваться, да, притягиваться с той стороны. Сейчас мы ее сразу притянем. Так, 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 так. Поехали. Угу. Так, заформовали, получается, прямо на этой же плоскости по линии наш фаралон, да, подушку эту подняли с помощью профиля, чтобы у нас крайне заминался, получается, да, чтобы нам вот создать именно выпуклую часть подушки. Угу. Так, потом мы возьмем, соответственно, я возьму такую тряпочку. Недостаточно ее, да, она будет, в принципе, да. Лишнюю уберу. Все, мы создаем вот такую подушку, набивая ткань на вот эту вот фанирку, где у нас в дальнейшем потом скобы закроет рамка. Так, сейчас я ее зафиксирую, растяну, чтобы не было утащить. Вот, и ткань аккуратненько, чтобы у вас не было тоже зажима, набиваете. Немножко здесь. Так, вот, по бокам. Уголочки здесь много обычно тканей скапливается, стараемся уголочек вытянуть, самый крайний, прям, забиться, а потом уже подбивать остальную ткань. Старайтесь, чтобы морщинок у вас не было. Если где-то образуется, нужно будет подтянуть. Разогнать, да? Разогнать материал, да. Чтобы не было волны. Как же, то есть, сначала мы его уже улим по четырем углам, получается, а потом потихоньку его подтягиваем и разгоняем. Ну, он с рамкой еще подтянет. Рамка подтянет у нас. Просто принцип сейчас выясняет, потому что многие не знают. Так, и с рамка вставит. Так, лишнее я сейчас уберю. Так, и с рамка вставит. Вот мы создаем, получается, очень такую плотную, высокую подушку. Ну, здесь высота, в принципе, любая. Высота, да. То есть, все будет зависеть. Может, там вам два сантиметра надо будет, может, профилем не надо будет пользоваться. Можно... Ну, я в таких вот деталях, в таких вот кроватях пользуюсь профилем. Все-таки вот плотность края, то есть, ну, как бы здесь вот важно, чтобы его не, ну, не завалить сильно. Вот. Все. А потом вот эту вот рамочку мы подставляем. Понимаете? И ее уже притягиваем. Так, наверное, что-то будет высокое. Сейчас я наживу краешки. Слишком большая натяжка, то есть, рамка выдвигается, да, у нас неудобно ее закручивать. Вот я немножко еще скобу поближе подобью. Ну, главное, чтобы ее видно не было, не вынести. Закрак. Туда ступенька практически два сантиметра, то есть сантиметра полтора. И вот, в принципе, ступеньку себе не позволит сделать. Немножко ткань прижать. Так. Саша мне порекомендовал сделать вот такую штуку. Ну, потому что у Саши получилось. Наташа уже не дает мне. Ну, да. Не купить ничего. Ну, притягиваем. Помогает, да? А? Помогает? Что-то такое. Ну, в принципе, да. Но с вами надо придерживать руками. Жестко. Нажимать рамку. Нажимать. Нажимать. Так. Принцип понятен, да? Я вот здесь еще поджигулила, да. Поджигулила. Ну, вот принцип. Одного Влада показала. Молодец. То есть, ну, здесь уже можно подтянуть будет рамочку. То есть, вот такую, в принципе, подушку, да, высотой мы получаем. Вместо этого может быть просто деревянный багет. То есть, вот как обыграть рамкой. Можно сделать фигурную, да, часть. То есть, как бы здесь уже... Да, то есть, я здесь показала просто прямую подушку. Можно сделать пикованную. Так. Ну, а по принципу такой обивки можно сделать будет изголовье. Покажу, как сказать, в ряде, да, картинок, да, что нужно применить с этой техникой. Рамка здесь может быть задрапированная, да, может быть гладкая, может быть тоже встежки. Ну, то есть, вариантов массы на самом деле. Вот. Единственное, что если будет подушка в стежку, в стежку, я бы вот эту подушку все-таки отдельно на фанерке отбила, потом бы прикрутила к основанию, вот, чтобы здесь лишних ниток не было на задней стороне, то есть на тыльной стороне. Вот. Она отдельно обивается, заворачивается, а потом уже состыковывается. Вот. То есть, вот такого вот плана. Так будет аккуратнее. По крайней мере, с задней стороны, да. Я не знаю, с головой полностью показывать неправильно. Ладно. Фикс, не видно, что я ничего. Так, ага. Я рад вам сообщить об обновлении в нашем магазине скидок. У нас там появился один замечательный промокод, который дает пожизненное право на 40% скидку на любой из курсов. Так что не теряйте зря времени, а проходите и забирайте этот промокод. Ну все, встретимся в следующем уроке. Там будут более сложные рамки с драпировкой, несколько ярусов. То есть, будет намного интересней. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх. И до новых встреч. Жмите на колокольчик. Все.